Десятки верующих собрались на престольный праздник. С совместной молитвой саровчане вспоминали события трагической ночи. 17 июля 1918 года государь Николай II вместе с супругой и детьми по решению Уральского облсполкома был расстрелян в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге. Святая Церковь признала эту смерть мученической кончиной. И теперь эти люди, вся медицинская семья, находятся в лике святых и являются заступниками пред Богом, за нас грешны. После молебна прихожане вместе со священнослужителями совершили традиционный крестный ход вокруг храма и пронесли икону с изображением царской семьи. Вера регулярно посещает Церковь с момента открытия. В этот раз женщина пришла, чтобы помолиться за страста терпцев и свою семью. Мы пришли помолиться сначала за царя, за его семью, за кровь и помолиться за себя, за детей, за семью свою. После богослужения протеири Александр обратился к духовенству верующим. Священник призвал хранить любовь к Отечеству, чтобы такие трагедии больше не повторялись. Сотрагается наше сердце от того, как свой народ убивает своих правителей, о том, как вроде бы многие были и христианами, и верующими людьми и поднимают руку на помазанника Божьего. На праздничную литургию пришли как взрослые, так и дети. Уже выросло целое поколение молодых саровчан, которые активно участвуют в церковной жизни. Служители напоминают, что в храме святых страста терпцев жители и гости города всегда могут получить духовную поддержку. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.